Продолжение следует... В ранних стадиях, в первой стадии обсуждается вопрос о том, является ли альтернатива хирургии стереотоксическая лучевая терапия или нет. Ну, скажем так, в базе с тому положили два рандомизированных исследования. Исследования Старс и Розелл, которые включали 31 и 27 пациентов, которым, соответственно, стереотоксическая лучевая терапия и хирургическое лечение. И два этих исследования, рандомизированные, напомню, продемонстрировали улучшение трёхлетней выживаемости, да, в двух лучевой терапии в сравнении с хирургией, улучшение безрецидивной выживаемости, снижение послеоперационных осложнений. Однако оба исследования, подчеркну, были остановлены в лету сложности с набором пациентов. Так можно ли считать стереотоксическую лучевую терапию новым стандартом в лечении больных немелкоотличным раком лёгкого первой стадии? Вот я продемонстрировал результаты этих двух небольших рандомизированных исследований. Давайте более подробно так, ну, вкратце проанализируем их, да. Малое количество пациентов. На самом деле, завышенная летальность после оперативных вмешательств пациентов по поводу рака лёгкого. Очень низкая летальность после стереотоксической лучевой терапии. Медиана выживаемости в исследовании достигнута не была. Также примечательно, что гистологическое и морфологическое подтверждение диагноза в исследовании РОССЛ, да, было только у 27% пациентов. То есть задумайтесь, более 70 пациентов — это больные с неверифицированным морфологическим диагнозом. Ну, давайте подтверждение буквально в двух слайдах приведу к тому факту, что гиологические вмешательства не осложняются, не сопровождаются такой высокой летальностью. Да, вот результаты данной ЕСТС, Европейской ассоциации кардиотеракальной хирургии. Вы видите, что летальность на общую группу пациентов составляет лишь 1,9%. При этом, если мы говорим о первой стадии, это сегмент октомии, лобоктомии, летальность послеоперационная крайне низкая — 1% и 1,5% соответственно. Вот данные Американской ассоциации респираторного общества. Да, анализ более тысячи пациентов, которым проводилось хирургическое лечение. Это все пациенты с сопутствующими заболеваниями с оба, первый, второй, третий тип заболеваний. Вы видите, летальность послеоперационная, интрогоспитальная составила лишь 1,5%. Это в группе осложнённых пациентов. И лишь 1,3% — 30-дневная послеоперационная летальность в группе больных с выраженной дыхательной сопутствующей патологией. И вот, собственно, метаанализ, проведённый нашими коллегами. В анализ было включено более 13 тысяч пациентов, которым выполнялось хирургическое лечение по поводу немелкотличного рака лёгкого первой стадии. И около 2 тысяч пациентов после стереотоксической лучевой терапии. Ну, собственно, анализ двух групп больных. Первая группа А, вы видите, вот график справа, это псевдораменизированные здоровые пациенты. И вторая группа — это слева график, да, это анализ отдалённых результатов в группе больных, которые функционально были сохранны, то есть переносили хирургическое вмешательство, однако от него по ряду определённых личных каких-то причин отказались. И какие мы имеем выводы? Что лобоктомия характеризуется более высокой пятилетней выживаемостью по сравнению со стереотоксической лучевой терапией среди здоровых пациентов, то есть пациентов функционально-операбельных с немелкотличным раком лёгкого первой стадии. Это данные National Cancer Database. Вот анализ отдалённых результатов в зависимости от выбранной методики лечения пациентов немелкотличным раком лёгкого, а также от качества выполненной лимфодисекции. Вы видите, вот в правом верхнем углу наихудшими результатами характеризуются пациенты, отдалёнными которым проводилась стереотоксическая лучевая терапия. В левом нижнем углу в зависимости от качества лимфодисекции, то есть от количества удалённых лимфатических узлов, также продемонстрировано преимущество хирургического метода, то есть чем лучше мы выполняем, чем качественнее лимфодисекцию, тем дольше наблюдаем мы, тем лучше онкологический результат. Опять-таки наихудшими результатами вот зелёная кривая характеризовались пациенты после стереотоксической лучевой терапии. Вот данные базы SEER. Это более 7000 пациентов. Это пациенты, которым проводилось лучевое лечение, американская база данных. И примечательно, вы видите, что у 10 практически процентов пациентов диагноз, с которым лечился пациент, был клинический. Лишь у 90% пациентов было морфологическое подтверждение диагноза. Ну и отсюда соответствующие результаты, что в стадии Т1А была выше в группе пациентов, которые проходили лечение без верификации диагноза. Также отмечалась тенденция к улучшению результатов в группе пациентов со стадии Т1В, у которых также отсутствовала морфологическая верификация диагноза. Также такая ремарочка имеется в публикации, что юридически тоже, наверное, не совсем обоснованный вариант терапии, потому что пациент с доброкачественным образованием может получать чрезмерную терапию, которая, собственно, может и сказаться на состоянии пациента, на функциональном, на общем состоянии пациента. Также нельзя пренебрегать фактом так называемого рестадирования. Вот вы видите, тут результаты взятые из моей диссертационной работы, да, более 300 пациентов. И, как вы видите, в группе пациентов, в котором выполнялись открытые оперативные вмешательства, это больные, которые шли на операцию с клинической первой стадией болезни. Во вторую Б стадию было рестадировано 8,5% больных, и 18% было рестадировано в третью А стадию заболевания. И вторая группа больных — 113 пациентов, которым планировались форокоскопические вмешательства. Тут хочу подчеркнуть эту группу больных, у которых использовался весь арсенал абсолютно диагностических методик для установки клинической стадии, в том числе и всем больным выполнялась позитронно-эмиссионная томография. Даже при таком тщательном диагностическом поиске 3% больных было рестадировано во вторую Б стадию, и 8,5% было после операции рестадировано в третью А стадию заболевания. Также нельзя исключать из внимания тот факт, что рак лёгкого — это злокачественная опухоль, которая характеризуется высокой частотой рецидива заболевания. Даже при первой Б стадии в 45% наблюдения мы имеем рецидив болезни, который реализуется в ближайшие 2 года, может реализоваться как в виде локальных, так и в виде отдалённых метастазов, ну и, собственно, и в сочетании локального и отдалённого метастаза. И очень важным является факт оценки мутационного статуса опухоли. Вы видите, что даже при первой стадии более чем у 15% отмечаются мутации в гимне и GFR, мутация в гейераз, извините, выявляется более чем в 30% наблюдения. Это при первой стадии заболевания. И нам всегда необходимо иметь достаточное количество материала для того, чтобы планировать пациенту одевантное лечение и подтверждение тому сегодняшней рекомендации клинические, которые предусматривают даже у пациентов с первой стадии заболевания планирование одевантной терапии, которая, по сути, улучшает безрецидивную выживаемость трёхлетнюю. Это результаты, которые на сегодняшний день имеются. И, к большому сожалению, не всегда и даже очень часто с использованием стереотоксического лучевой, при планировании стереотоксического лучевой терапии мы не можем получить достаточное количество биологического материала для возможного планирования одевантной терапии. Вот исследование Дениса Альбана. 200 пациентов, где сравнивались результаты после хирургического лечения и после стереотоксической лучевой терапии, подчеркнув, что включены все больные с верифицированным немелкоклеточным раком лёгкого. И вы видите две кривые выживаемости. Зелёная – это после лучевой терапии, синяя – это после хирургического лечения. Собственно, вот сводные данные, приведённые в таблице, в два раза трёхлетняя и пятилетняя выживаемость вообще была выше в группе пациентов с верифицированным раком лёгкого после хирургического лечения. Сравнение с аналогичной группой пациентов с верифицированным также диагнозом в группе стереотоксической лучевой терапии. И нижняя таблица. Здесь представлены результаты безрецидивной выживаемости. Вы видите, что безрецидивная выживаемость также достоверно была выше как в первый, в третий, так и в пятый год после проведённой терапии в группе больных, которым выполнялась стереотоксическая лучевая терапия. Вот исследование Гингена-Лина. Включено около трёхста пациентов. И вот эти две кривые, которыми часто пользуются наши коллеги, радиологи, которые демонстрируют сопоставимые результаты в чистоте локорегиональных рецидивов и отдалённой выживаемости пятилетних, в том числе в группе после хирургического лечения, и в группе после стереотоксической лучевой терапии. Однако обратите внимание, я вот показывал, что это 300 пациентов, это узкая выборка больных, по 45 пациентов в каждой группе. Я не знаю, по какому принципу их на самом деле выбирали, но если более полноценно проанализировать данную публикацию, где сравнивали с результатами 246 пациентов, разношерстная группа больных, тут и 1АЦ, и 1АБ стадия болезни, тогда как в предыдущем слайде, это была очень узкая выборка больных со распространённостью Т1А. Полностью были исключены Т1А1С и Т1Б, был там небольшой процент, 5-7%. Вы видите, когда полноценный анализ, то по всем показателям, по общей выживаемости, по частоте блока региональных витезидевов, по частоте отдалённого гематогенного метастазирования, преимущества на стороне пациентов, которые получали хирургическое лечение. Вот исследования наших японских коллег, тоже узкая группа пациентов с морфологически верифицированным диагнозом. По 41 пациенту в каждой группе. И результаты демонстрируют улучшение общей, безрецидивной и конторспецифической выживаемости практически в два раза в группе пациентов, в котором выполнялись малоинвазивные лобэктомии в сравнении с группой СБРТ. Ну и, собственно, вот посмотрите, эта картинка, наверное, оторвать глаз не сможет каждый любой, скажем, таракальный хирург. Это картинка до проведения серотоксического лучевой терапии. И вот справа эта картинка после проведения лучевой терапии. Вы видите тут локальные пульмониты. И вот, как вы доставались, картинка после хирургического лечения, после сегмента ктамии, после лобэктомии, когда, несмотря на такую, скажем так, радующую душу компьютерную томографию после проведенной терапии, можно также оценить и качественно выполнить медиастинальную лимфодисекцию как в корне сегмента, при сегментах ктамиев, так и в корне лёгкого. Вот хотел поделиться, буквально свежая публикация, достаточно одна из последних. Это наши американские коллеги с учётом пандемии, которая нас преследует, к сожалению, в последний год. Наши американские коллеги решили проанализировать результаты после стереотоксической лучевой терапии в группе пациентов операбельных, у которых лечение было назначено в течение 30 дней, то есть раненая терапия. По поводу диагноза, напомню, что морфологически верифицированного, также была узкая выборка больных, и пациентов, у которых в силу ряда причин было выполнено хирургическое вмешательство в объёме, подчеркну, нерадикальной резекции, кленовидной, атипичной резекции по поводу рака лёгкого в первой стадии со срочкой 90-120 дней, то есть от 3 до 4 месяцев по каким-то объективным, субъективным причинам. И вы видите результаты, это анализ общей выживаемости, который свидетельствует, что даже после нерадикального хирургического вмешательства в объёме резекции лёгкого пятилетняя выживаемость в группе хирургии достоверно выше сравнений с группой лучевой терапии, был проведён также многофакторный анализ с учётом коморбидности пациентов, возраста, всех возможных составляющих характеристико-функциональный статус больного, даже расовую принадлежность белое и чернокожие населения, также получено достоверное улучшение пятилетних результатов в группе хирургического лечения. И вот тут отдалённые результаты в группе больных, у которых отсутствовала сопутствующая выраженная патология, тоже немало, там по 95% пациентов, извините, в каждой группе, которые также демонстрируют, что и в этой группе пациентов отдалённые результаты достоверно выше в группе хирургии. И выводы, что в национальном анализе пациентов с первой стадии немелкокличного рака лёгкого длительная отсрочка операции была связана с улучшением выживаемости по сравнению с ранним поведением стереотоксической лучевой терапии. Эти результаты могут быть использованы для информирования процесса принятия решения о лечении пациента с ранней стадии немелкокличного рака лёгкого на период пандемии COVID-19 и в будущих волнах пандемии. И вот я уже показывал это исследование, это данные деспираторного общества, где по степени тяжести хронически-обструктивной болезни лёгкого оценивается летальность послеоперационной. Вы видите, при ГОЛ-3 наиболее высокая, 24%, при ГОЛ-1 2%, ну почему-то вот такая невысокая, 0,4% при ГОЛ-2. И в принципе, если мы можем, пришла такая мысль отсрочить лечение у пациентов на 3-4 месяца на фоне пандемии и получить лучшие результаты, чем стереотоксическая лучевая терапия. Почему мы не можем воспользоваться имеющимся, ведь это же пациенты, у которых тяжесть состояния в основном обусловлена фактором курения, как правило, которые вследствие хобов не могут перенести резекции лёгкого, сегмент эктонии, лоб эктонии, не можем воспользоваться этим промежутком, скажем, 2-3 месяца либо полностью отказаться от курения, да, желательно, либо как бы перейти на какие-то альтернативные средства, улучшить функциональный статус пациента, улучшить состояние лёгочной и дыхательной функции и планировать в осроченном порядке пациента проведение хирургического лечения. Какие же гарантии мы дают, какие факторы дают гарантии получения наилучших онкологических результатов? Это определение морфологического типа опухоли, определение распространённости опухолевого процесса, локальной контрольной болезни, возможность появления генетических мутаций, да, в свою очередь планирование дополнительных терапевтических методик для улучшения результатов локального лечения рака лёгкого, определение ПД и ПДЭ экспрессии в опухоли, планирование радиоватной терапии, также персонифицированный подход в лечении пациента. Вот проанализируйте, пожалуйста, уважаемые коллеги, для себя, какой из методов может дать вот эти шанс на определение вот этих самых достоверных данных по этим факторам, и я думаю, вы сразу поймёте, какой метод является наиболее эффективным, это стереотоксическая лучевая терапия или хирургия. И в завершение я хочу подчеркнуть, что я был на конгрессе лет 10 назад в городе Осака, это российско-американно-японский конгресс, где руководитель радиологической службы показывал результаты, опыт более ста пациентов после стереотоксической лучевой терапии с первой А стадии ненавкотечного рака лёгкого с отдалёнными результатами 95%. Я там показывал методику торопоскопической лобоктомии и непосредственные результаты, которые мы имели на тот период. И вы знаете, это было очень критически встречено как со стороны американцев, так и со стороны руководителя национального онкологического центра токийского. И, по сути, прошло 10 лет, мы знаем, что большой поток пациентов, насколько наши японские коллеги активны. Ариф Кирилевич, мы вышли из графика, если можно. Мы не имеем его заключения. Посмотрите, это рекомендации НССН и АССП, которые подчёркнуты жирным шрифтом, чётко прописаны, что в принятии решения о проведении стереотоксической лучевой терапии на всех консилиумах должен присутствовать очень опытный таракальный хирург, и только с его основания с ним пациенту может планироваться лучевая терапия по поводу меморктического ракета. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok